Добрый день, друзья и подписчики канала! Гриша из Брисбена, Австралии с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Я, если честно, вообще не планировал это видео, но ко мне приходят очень часто продукты, которые... и товары, которые фирмы хотят, чтобы я пробовал, написал мнение. Обычное мнение позитивное, и это не фальсифицированное мнение, это действительно то, что я чувствую, проверяя продукты, потому что я думаю, что если фирма выпускает что-то новое, хочет, чтобы опробовали, они знают, что критики будет мало, потому что они вложили очень много в изделие. Но не все бывает так гладко. И недавно мне компания присылала продукт, который выглядит вот так вот, и опять-таки это не то, что я хочу негативно, что сказать о продукте, я просто был немножко шокирован. Вот, когда мне это прислали, они сказали, что это концентрат, который должен, если у человека нет времени хорошо питаться, может являться как заменитель питания. Как мы все называем это шейк, то есть он добавляется в воду, или в что-то другое, перемешивается. Это вкусно, куча витаминов, тут целый комплекс витаминов А, витаминов Д, Е и т.д. и т.п. минералов. И на первый взгляд было все хорошо. Но я положу это в сторону и недавно начал проверять, что же в продукте. И тут был для меня шок. То есть я немножко расскажу... Продукт вообще американский, и он давно уже в Америке, недавно пился в Австралии. Я не знаю, как насчет того, чтобы... Как это в других местах, но я думаю, что так как фирма очень известная, а не фактически везде. То, что я сегодня хочу сделать, я не буду именно говорить об этом продукте, но я хочу, чтобы вы поняли, на что я обращаю внимание и почему я создал этот канал. Мой канал, он о здоровье. Я хочу, чтобы люди заботились о своем здоровье. Позаботиться о своем здоровье, это не обязательно нужно доверять коммерческим упаковкам, как вот это вот. И я хочу рассказать свое мнение о том, что я прочитал тут. Я это мнение уже написал обратно. Я не думаю, что они были сильно рады. Но, если честно, как по мне, обманывать население красивыми этикетками и словами, это не то поведение, которое я считаю, должно себе позволить солидная фирма, как, допустим, Иншо. До того, как я начну свое видео, если вы новый на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из будущих видео. Все видео на разные темы. Я очень часто говорю о здоровье, но также говорю об Австралии и других отвлеченных темах. Канал, я думаю, интересный. Если хочется что-то услышать и увидеть, давайте мне в комментариях. Давайте же поговорим об этом продукте. Перевод с английского, поэтому, если будет что-то неправильно переведено на русский, я извиняюсь, я не переводчик. Но первая этикетка говорит, этот продукт полноценное питание, сбалансированное питание и полное витаминов и минералов. Неплохо звучит, правда? Написано 28 важных витаминов и минералов в пакете. Написано, высыпите, добавьте воду и это ваша пища. Вроде бы неплохо звучит, все хорошо. Сзади написано на упаковке, что это специально было изготовлено из важных качественных составляющих и в этом продукте все, включая хорошие бактерии, витамины, минералы. Давайте же посмотрим. Вы же прекрасно знаете, что если читать лист составляющих, он идет из более больших составляющих, которая большая доля, я знаю, там 80-90%, а потом уменьшается на самый маленький. И несмотря на то, что вот этот большой лист вот тут вот, это все говорится о витаминах и минералах, маленькими буковками целый лист того, из чего он конкретно сделан. Давайте посмотрим пару самых больших составляющих, из чего он сделан. Первый, первый этот вот написано, гидролизированный кукурузный крахмал. Полезный он или нет? Первое, это взяли продукт и его на 100% модифицировали. Сразу вам говорю, все, что делается с кукурузой, за последние 50 лет кукуруза поменена настолько, что она генетически изменена до момента, где она не дает нам ничего полезного. Поэтому все, что связано с кукурузой, кукурузный крахмал, кукурузные хлопья, кукурузные палочки, кукуруза сама, все, что связано с кукурузой, это вредно. Организм не знает, как это переваривать, и по большому счету это в лучшем случае, не перевариваясь, выходит все. В худшем случае оно убивает хорошие бактерии, желудка, которые там остались. Это два таких вот случая. Но, в принципе, этот вот побочный эффект небольшие. Самый большой, я думаю, побочный эффект от того, что кукуруза остается углеводом, попадая в кровь, она вызовет выброс глюкозы в кровь, инсулин и будет сохраняться как жир. Этот продукт был создан для понижения, для помощи понижения веса. Первый самый большой компонент уже будет идти наоборот. Он будет сохранять ваш вес и добавлять еще больше. Это первый продукт. Второй продукт растительные масла. Растительные масла, если честно, это яд. Я говорю уже до этого. Растительные масла это не нормальное природное явление. Ни одно растительное масло не является тем, не выглядит так, когда с ним что-то делают до того, как его гидролизировали. Извиняюсь. Последние исследования говорят, что выводить все вредные вещества, которые связаны с растительным маслом, берет организм, если не употреблять больше растительного масла, примерно 51 день из крови. Если мы его употребляем каждый день, у нас получается, что мы добавляем больше и больше яда. Скажем так, гидролизированные масла, они окисляются. Они окисляются сразу, они окисляются мгновенно. И если вы когда-то слышали об антиоксидантах, это все, о чем говорят люди. Пейте чай, там антиоксиданты, кушайте, там, не знаю. Например, этот продукт антиоксидант, тот оксидант. Антиоксидант сделан для того, чтобы в теле нашем, в организме, не происходило этого окисления кислородом. Антиоксидант, это означает, что не окисляется. Растительные масла при попадании в организм окисляют все вокруг себя. То есть то, что все хорошее вы могли употреблять до этого, растительные масла, это будет все наоборот делать. То есть у нас первых два компонента тут, которые абсолютно вредят вашему здоровью. Давайте посмотрим этот вот такой третий компонент. Концентрированный молочный белок. Я не знаю, зачем он тут, по большому счету. Но если уже добавляется какой-то белковый шейк, то если у вас нету возможности брать немолочный, то самый лучший это изолированный, так называемый WPI. Whey Protein Isolate. Это изолированный белок. Концентрированный белок в себе содержит всю химию, которая остается в молоке и концентрирована она. И добавляет эту химию вашим, раздражает абсолютно все внутренние органы. Две вещи в молоке, в современном, плохие. Я делал видео насчет молока, и я напомню, что в молоке две самые большие проблемы. Белок, который называется кассеин, его два типа, А1 и А2. Если корова пасется на лугу, кушает траву, никакого стресса у нее нету, в основном этот белок выходит как А2, я не буду вдаваться в биологию, это А2, этот вот белок. Если корова на ферме, ее кормят зерном, везде все мычат, гудит, она в стрессе. Белок, который получается из кассеина, это А1. А1, попадая в органы, раздражает абсолютно все. Это самый большой раздражитель, и поэтому очень у многих есть аллергическая реакция на молоко. Вторая причина аллергической реакции, это лактоз. Лактоз это молочный сахар, и когда мы концентрируем 1 белок кассеиновый и лактозу, получается типичный яд. Итак, у нас есть крахмал, у нас есть растительные масла, и у нас есть концентрированный молочный белок. Три вещи, которые очень сильно портят вашему здоровью. Это первые три компонента вот этого. И третий, который абсолютно шоковый, это соя. Соя, почти вся соя в современном мире, она ГМО. Соя, генетически изменённый продукт. Самая большая проблема сои, это то, что она влияет на гормонную композицию человека. Женщинам она особо противопоказана, а у мужчинам очень большие побочные эффекты. Значит, о чём мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что гормональные изменения у мужчин в основном, гормональная структура, это тестостерон, а у женщин эстроген. Эстроген S2, так называемый хороший-плохой, не буду вдаваться подробностей, он не хороший-плохой. Один просто помогает организму, а второй противоречит первому. Так вот, второй, который плохой, соя попадает в организм, её молекулярная структура очень похожа на этот эстроген. И когда она попадает в организм, она так называемая повторитель этого эстрогена. И так получается, что организм это воспринимает как борьбу с нормальным эстрогеном. И получается, что у женщин понижается нормальный эстроген и увеличивается плохой эстроген. Это очень больно сильно сказывается на настроении, на самочувствии, на нервных вспышках и всякое такое. Если вы можете, просто не употребляйте свою. У мужчин это гораздо всё хуже. Эстроген, он убивает тестостерон. Тестостерон это наши мышцы, это наши мужские функции, это всё, что связано, скажем так, с то, что делает мужчину мужчиной, если можно таким образом это описать. Мужчине, которые пьют или едят сою, у них обвисает грудь, у них меняется голос, и они более чувствительны к настроению и ко всему остальному. И в конце концов теряют возможность мужских функций. А соя это ужас 21 века. И это четвёртый самый большой продукт, составитель в этом продукте. Я не буду идти дальше. Я просто сделал краткое заключение, что употребляя этот продукт, в принципе, закончилось с распыленным желудка, с плохим самочувствием и с изменением на гормональном уровне. И это, это точно вам скажу, не только незаменитель питания, но и недополнение к питанию. Я написал вам ответ этой компании и также говорю вам сразу, это продукт, который мне прислали бесплатно, мне прислали целую коробку его. К сожалению, я просто это, этот вот, положу в мусорник. Дело в том, что я обычно то, что я не употребляю, я раздаю людям. Если честно, моя совесть не позволит никому, включая моих врагов. Это ужас, то, что находится внутри, это химический шторм. К чему это все? Почему я сделал это видео? Потому что в современном мире происходит два феномена. Первое. Люди верят маркетингу. Если написано, что там 28 витаминов, это правда. Дело в том, что пока вы доходите до витаминов, я уже не говорю, что они все синтетические, и они нагрузят ваши почки и печень. И дальше этот вот все выйдет через мочой из организма. Синтетические витамины, они очень тяжелые для организма, для воспринимания. И очень немного синтетических витаминов, которые действительно организм примет как витамины. Это первое. Второе. Если основные продукты, тут, они портят здоровье, а потом идет 28 витаминов, неважно, какие витамины были поставлены, пока организм будет справляться с этой всей химией, витамины уже давно все из вас выйдут. Не надо концентрироваться на коммерческом аспекте никакого продукта, если нельзя понять, из чего сделан продукт. Как вывод, хочу сразу сказать, чем меньше компонентов в продукте, составляющих, да, тем продукт лучше. Грубо говоря, если у вас, допустим, идет так называемый этот белок WPI или изолированный белок, там должна быть всего одна составляющая. Изолированный белок 100%. Все. Максимально, может быть, еще 3-4 составляющих, как, допустим, этот белок может идти шоколадный, там, допустим, ванильный, вкусовые добавки и всякое такое. Может быть, также сахарозаменители. И тут я уже тоже был бы осторожен, потому что сахарозаменители не все хороши. Но к чему я хочу сказать. Вы получаете продукт, если в нем больше, чем пару составляющих, уже что-то не так. Второе. Не обращать внимания на переднюю часть этикетки, если вы не понимаете, из чего это все состоит. Потому что то, что они хотят, чтобы вы видели, большими буквами написано. То, что они не хотят, очень маленькими, и они действительно не хотят, чтобы вы это увидели. Но это незаконно им не писать. Поэтому обращаем внимание на этикетки. И третье. Если вам действительно, вы считаете, что вы не можете взять из вашего питания достаточно белка, я бы советовал все-таки использовать негенетически модифицированный белок из гороха, так называемый гороховый белок. Если уже совсем не получается у вас рядом это достать, и вам очень нужен белок, я бы использовал так называемый WPI, или изолированный молочный белок. И желательно, чтобы он был не химически изолирован. Есть пару способов его изолировать. К сожалению, хорошие способы более дорогие, и поэтому цена изолированного белка напрямую, пропорционально, как он был сделан. Это видео было сделано для того, чтобы дать людям понять, что не все золото, что блестит. И есть вещи, которые я бы не хотел, чтобы мои родные, близкие, друзья даже пытались употреблять, не поняв, что это такое. Я очень надеюсь, что это видео вам помогло. Также поможет вам не только с этим продуктом, но и другими продуктами. Будьте больше внимания обращать на этикетки, больше понимать, что вы употребляете, как это влияет на ваше здоровье. И суть этого канала, и суть всего, что я делаю, это сделать так, чтобы вы были здоровы, были счастливы, и не так часто обращались к докторам по причине того, что все, что находится вокруг вас, делает вас больным. Я надеюсь, что это видео вам помогло. Подписывайся на канал, ставьте лайк, и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить других видео. Если понравилось это видео и хочется узнать больше, дайте мне знать в комментариях внизу, о чем хочется, чтобы я рассказал. А на сегодня большой привет. Гриша из Брисбана.